Венесуэльский пуделевый мотылек был обнаружен американским макрофотографом немецкого происхождения А. Анкером, Арсер Энька, в 2009 году, на территории национального парка Канайма, расположенном в популярном туристическом районе Гран-Сабана на юго-востоке Венесуэлы. Из-за его необычных физических характеристик он может относиться к роду Артас отряд Чешуи Крылые, но до изучения поведения и происхождения, а также проведения сравнительной экспертизы живого. Экземпляра мотылька с другими представителями данного отряда ученые не могут присвоить этому созданию латинское название. Венесуэльская моль-пудель вызывает смешанные чувства, она одновременно очаровывает и заставляет недоумевать. Внешность этого мотылька напоминает смесь белого пушистого пуделя и крупной моля. Удивительное существо впервые предстало человеческому взору в виде бабочки, полностью укрытой меховой шубкой белого цвета, которая защищает насекомое от холода. Над ее большими темными глазами красуются узорчатые усики коричневого. Оттенка по мнению ученого-криптозоолога, доктора Карла Шукера, венесуэльский пуделевый мотылек может приходиться близким родственникам бабочки-медведица-нищенка-лат. Диафора Мэндика, которую многие знают, под названием муслиновая моль. Сходство их состоит в наличии шерсти, но передние лапки, окрас и усики антенны заметно отличаются. Кроме того, бабочки семейства арктиидой, медведицы, больше характерны для США и России, но не встречаются так далеко на юге. Следующее предположение состоит в том, что венесуэльское пудельное моле за сходство антенн может относиться к семейству коконопрядов, лад, лосякампидой. К сожалению, повторно обнаружить этого мотылька в парке Венесуэлы ученым не удалось. Поэтому исследования откладываются на неопределенное время. Однако, несмотря на загадочность этого существа, отсутствие научного названия да и собственно проблематичность встретить его снова в природе весь интернет пестрит предложениями о приобретении экзотического насекомого.